Добрый день, уважаемые абитуриенты! Я расскажу вам, как подать заявление на поступление в Воронежский государственный университет. Существует три основных способа подачи заявления. Первый способ – личная подача заявления уже отходит в прошлое. Для этого нужно прийти самому в университет и здесь с помощью наших операторов оформить заявление. Второй способ – ему принадлежит будущее. Это подача заявления через суперсервис. Но поскольку суперсервис фактически у нас функционирует еще в виде эксперимента, то там, возможно, непредвиденные сложности. Поэтому в настоящее время, в 2022 году, я вам настоятельно рекомендую самый простой, удобный и безопасный способ подачи заявления через наш сайт, через электронную информационную систему Воронежского госуниверситета. Для этого нужно зайти на сайт ВГУ и вот здесь в главном меню кликнуть ссылочку «Поступление». После чего вы попадаете на страницу приемной комиссии. В настоящий момент здесь еще нет ссылки для подачи заявления, поскольку я записываю инструкцию заранее. Но утром 20 июня эта страничка приобретет вот такой вид. Видите, здесь по центру, жирным шрифтом, ссылка «Подать заявление на поступление в ВГУ». Вы кликаете на эту ссылочку и попадаете на страницу «Личный кабинет». Пока еще у вас нет никакого личного кабинета, вам только предстоит его создать. Поэтому все вот эти строчки, логин, пароль, копча, галочка «Согласие на обработку персональных данных» вы пока что игнорируете. Вы кликаете на ссылочку «Войти через госуслуги», после чего вы попадаете на страницу единой системы идентификации и аутентификации, которая входит в состав сервиса госуслуги. Здесь вы вводите свой логин и пароль, которые вы обычно вводите для того, чтобы попасть на госуслуги. После того, как на странице единой системы идентификации и аутентификации вы ввели свой логин и пароль от госуслуг и нажали кнопку «Войти», вы попадаете теперь уже непосредственно в личный кабинет абитуриента. И мы с вами можем приступить к заполнению нашего заявления. В первой строке «Согласие на зачисление» по умолчанию выслана опция «Нет». Если вы поступаете только в Воронежский госуниверситет и заранее уже решили, что предоставите согласие на зачисление, можете сразу здесь выбрать опцию «Да». Если же вы, как большинство абитуриентов, подаете заявление в несколько вузов, то пока еще окончательное решение вами не принято, куда вы будете поступать, здесь оставляете «Нет». Затем заполняете свои персональные данные. Фамилия. Я беру произвольного абитуриента. Иванов. Иван. Иванович. Беру произвольную дату рождения. Я так понимаю, что в этом году у нас большинство поступающих 2004 года рождения. В этом году исполняется большинство из вас, тем, кто закончил школу в 18 лет. Здесь указываете место рождения в соответствии с вашим паспортом. Запустим вот так. Здесь указываете пол. При желании, и я вам рекомендую это сразу сделать, вы можете вот здесь загрузить с жесткого диска или с телефона сразу свою фотографию. Подчеркиваю, здесь вот в восьмой строке фотографии абитуриента речь идет именно о вашей личной фотографии, не о фотографии какого-то вашего документа, там, паспорта или чего-то другого. Для этого нужно кнопочку «Выбрать». Выберите файл, нажать. И на жестком диске компьютера вашего или телефона выбрать самую красивую вашу фотографию и прикрепить ее. Видите, как только вы прикрепили, здесь появилось название прикрепленного файла. Здесь вы вводите номер снилс и точно так же подгружаете фото или скан-копию вашего снилса. Вот здесь появилось тоже название файла. Обратите внимание, вот в колоночке, где знаки вопроса, у нас есть всплывающие подсказки. Если навести мышку на знак вопроса, то вы увидите, что нужно в этой строке заполнять. В большинстве случаев это и так понятно, в подсказках вы не будете нуждаться, но на всякий случай, где-то, может быть, эта подсказка вам поможет. А самая правая колоночка, в некоторых строчках здесь знак ключа имеется. Там, где ключ, это поле обязательное для заполнения. Если вы его не заполните, пропустите, допустим, не укажете свою фамилию или паспортные данные, то, соответственно, потом в конце, при попытке сохранить заявление, система информационная выдаст вам ошибку и попросит обязательное поле заполнить. Так, значит, здесь мы заполняем сведения о документе, удостоверяющем личность. Ну, для большинства наших абитурентов это будет паспорт гражданина Российской Федерации. Соответственно, заполняется его серия, которая, как правило, четырехзначная. Затем, шестизначный, как правило, номер, кем выдан. Это все вы со своего паспорта переписываете, чтобы не ошибиться по памяти. Дата выдачи. Наверное, большинство из вас в 14 лет получали этот паспорт в 2018 году. Код подразделения тоже в паспорте указан. Шесть цифр через дефис. Затем идут сведения о регистрации, которые содержатся в вашем паспорте. Вы начинаете набирать название населенного пункта, и система выдает вам всплывающую подсказку. Из раскрывающегося списка вы должны выбрать конкретно, в каком населенном пункте вы зарегистрированы. Я выбираю Воронеж, дальше улица. Точно так же система выдает нам всплывающую подсказку. Мы выбираем тот пункт, который соответствует нашей прописке, нашей регистрации. Указываем номер дома, также при наличии номер корпуса и номер квартиры. И после того, как мы заполнили паспортные данные и сведения о регистрации, сразу же подгружаем фотографии или скан копии соответствующих страниц паспорта. Вот здесь вот первый разворот паспорта, там где ваши фотографии и паспортные данные. А вот здесь в 26 строке скан страницы с вашей регистрацией. По старинке здесь у меня написано прописка. Обратите внимание, что если вы несколько раз меняли адрес регистрации уже, то здесь нужна последняя ваша действующая регистрация. То есть только скан копии или фотографии одной страницы. Дальше следующий раздел «Контактная информация». Обратите внимание, что у вас адрес регистрации и адрес фактического проживания могут отличаться. Если они отличаются, то здесь вы еще раз заполняете точно так же адрес фактического проживания. Если же у вас адрес регистрации и адрес фактического проживания совпадают, вы просто нажимаете вот эту кнопочку «Скопировать адресные данные из предыдущего раздела». И вот так вот одним щелчком у вас сведения адресные перенеслись сюда. После того, как вы заполнили адресные данные, вам необходимо заполнить сведения о номере вашего телефона и адресе электронной почты, а также желательно указать номера телефона у хотя бы одного из родителей, а лучше двух. Здесь ни в коем случае нельзя ошибиться в этих строчках, потому что если вы укажете неправильно электронную почту, то вы, соответственно, не получите учетные данные ваши для последующего ухода в личный кабинет. Получается, что заявление вы набирали напрасно. Если вы неправильно укажете номер своего телефона, то приемная комиссия не сможет при необходимости с вами связаться. Поэтому я вас прошу, очень ответственно отнеситесь к заполнению в первую очередь 35-й строки, а также 34-й и желательно 36-й строки. В 37-й строке вы предварительно указываете сведения о потребности в общежитии. Это не избавит вас потом от написания заявления на заселение в общежитии и сбора необходимых документов, но в любом случае предварительно, если вы проживаете не в Воронеже, и вам необходимо общежитие, здесь нужно будет указать «Да». Если же вы проживаете в Воронеже с родителями или другими родственниками, то здесь нужно оставить «Нет» по умолчанию. Затем в разделе «Выпускник образовательного учреждения» вы указываете, какое предыдущее образование вы получили. Для большинства это будет среднее общее образование 11 классов. Год окончания для большинства абитуриентов будет 2022-й. Изучаемый иностранный язык для большинства будет английский, страна будет для большинства Россия, но если другая страна, соответственно, выбираете из раскрывающегося списка. Здесь указываете населенный пункт, в котором располагается школа, в которой вы закончили, или техникум, или колледж, или вуз. Соответственно, точно так же, как мы заполняли, когда адрес, нам система предлагает всплывающую подсказку, и мы выбираем из раскрывающегося списка населенный пункт. Если это учебное заведение, которое вы закончили, и располагается на территории Воронежской области, то здесь, соответственно, вам нужно будет выбрать конкретное учебное заведение из раскрывающегося списка. Вот, допустим, я выбираю 28-ю школу. Если же это учебное заведение не из Воронежской области, вот, то вам надо будет его ввести вручную. У вас тогда, если здесь будет не Воронежская область, да, у вас будет доступна для заполнения вручную 47-я строка. Для меня она сейчас недоступна, потому что я выбрал Воронеж. Вот еще очень важные строки, точнее, они могут быть важными для тех из вас, кто на момент сдачи ЕГЭ имел другую фамилию или другой документ. То есть, предположим, вы ЕГЭ сдавали несколько лет назад, уже школу давно закончили, и успели с тех пор поменять паспорт, либо девушке, кто-нибудь, может быть, успел выйти замуж. Соответственно, в этом случае, если вы с момента сдачи ЕГЭ меняли фамилию или документ, удостоверяющий личность, вам здесь обязательно нужно указать сведения о фамилии и паспортных данных на момент сдачи ЕГЭ. Иначе мы в Федеральной информационной системе не найдем сведений о результатах вашего единого госэкзамена. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, если меняли фамилию или паспорт с момента сдачи ЕГЭ, вот эти строчки надо заполнить. Но большинство их оставляют просто пустыми, потому что большинство ни фамилию, ни документ с момента сдачи ЕГЭ не меняли. Затем берем ваш аттестат или диплом колледжа, диплом техникума и заполняем. Если это диплом, то здесь в 51-й строке надо будет еще выбрать вид диплома. Для тех, кто поступает в магистратуру или на 2-е высшее образование, указывают, какой был предыдущий диплом высшего образования. Если у вас диплом колледжа или техникума, то есть среднепрофессиональное образование, то вы выбираете вот здесь опцию «Иное». Но большинство из наших абитуриентов поступают после 11 классов, соответственно, у них аттестат. Насколько я помню, в современных аттестатах серии нет, там только очень длинный номер, соответственно, здесь поле серии не является обязательным, а поле номер обязательный. Полностью перебиваете номер своего аттестата и загружаете скан-копию или фотокопию документа об образовании. Обратите внимание, аж целых три файла вы должны загрузить. Во-первых, вы загружаете разворот вашего аттестата, то есть не ту сторону, где слово «Аттестат» написано просто и больше ничего, а разворот, на котором указано ваше фамилии, имя, отчество, указана школа, которую вы закончили. Вот так вот прикрепляете файл. Дальше берете свое приложение к аттестату, где ваши оценки, разворачиваете его и фотографируете или сканируете с двух сторон. С той стороны, где ваша фамилия, как бы первый разворот, да, внешний. Вот, приложение к аттестату 1. У меня здесь названо. Вот. И второй разворот там, где непосредственно ваши оценки по всем предметам. Приложение к аттестату номер 2. Вот мы все подгрузили. Затем переходим к разделу о заполнении льгот и индивидуальных достижений. Ну, что касается особых прав, льгот, то здесь меньше 10% абитуриентов, как правило, претендуют на льготы. Это либо абитуриенты с различными категориями инвалидности, либо сироты, либо ветераны боевых действий. Если вы относитесь к одной из этих категорий, здесь вы указываете да. Большинство абитуриентов оставляет здесь по умолчанию нет. Вот. И, соответственно, если вы вдруг выбрали здесь да, то точно так же вы должны подгрузить файл, подтверждающий ваше индивидуальное достижение. То есть, здесь вы должны прикрепить либо скан-копию справки об инвалидности, либо в архивном файле собрать и прикрепить все документы, подтверждающие ваш статус сироты, либо, соответственно, копию удостоверения ветерана боевых действий. Вот. Если вы обычный абитуриент, не лихотник, соответственно, эту строку вы пропускаете. Затем у нас раздел индивидуальные достижения поступающего в бакалавриат, специалитет или магистратуру. Здесь в этой строке, как видите, она вся пустая, а в самом правом поле зелененький плюсик. Кликнули по нему, и у вас появился перечень индивидуальных достижений поступающего в соответствии с правилами приема ВГУ. Значит, здесь указан номер по порядку, их может быть несколько, а здесь строка непосредственно достижения. Кликаете, появляется раскрывающий список, и здесь вы выбираете на какие льготы вы претендуете, какие у вас индивидуальные достижения. Воронежский государственный университет добавляет при поступлении в бакалавриат и специалитет 5 баллов за аттестат с отличием. Это наиболее распространенная категория индивидуальных достижений среди наших абитуриентов. Подчеркиваю, речь идет именно об аттестате с отличием, то есть у вас в аттестате под вашей фамилией должна быть запись с отличием. Если просто вам выдали какую-нибудь побрякушку, так называемую медаль, но в аттестате записи с отличием нету, то это не является индивидуальным достижением. Соответственно, вот вы нажали добавить, да, и вот здесь в 59 строке вы должны еще раз прикрепить скан-копию разворота вашего аттестата, где есть запись с отличием, то есть еще раз вам нужно будет продублировать ваше индивидуальное достижение. Нажимаете аттестат, второй раз вы его подгрузили. Кроме того, в этом году Воронежский государственный университет добавляет 5 баллов победителям всероссийского конкурса Большая перемена и 3 балла призером всероссийского конкурса Большая перемена. Если вдруг вы являетесь таковым победителем или призером, соответственно, вы здесь добавляете это индивидуальное достижение, и точно так же тогда здесь вам, если вы и обладатель аттестата с отличием и обладатель вот этого диплома призера всероссийского конкурса Большая перемена, поскольку здесь только один файл можно подгрузить, вам нужно будет тогда объединить аттестат с отличием и диплом призера в один архивный файл и прикрепить зано в этом месте вот но по статистике конечно большинство абитуриентов поступают к нам без индивидуального достижения только по результатам ЕГЭ поэтому вот я видите если вдруг по ошибке я добавил индивидуальное достижение я нажимаю на красный крест подтверждаю что да хочу удалить эту строку и еще раз все индивидуальные достижения удаляю и поступаю как обычный абитуриент да кроме указанных индивидуальных достижений еще вы можете быть победителем или призером всероссийской олимпиады школьников либо олимпиады школьников из перечня утвержденного министерством науки высшего образования сейчас я вам покажу этот перечень из наших правил приема так где тут у нас вот смотрите я вывернулся на страницу приемной комиссии вот у нас правила приема для поступающих и в самом конце самое последнее приложение это как раз перечень олимпиад победителей и призеры которых в этом году имеют льготы перечень и этот непроизвольный он установлен в соответствии с приказом министерства науки и высшего образования российской федерации если вы являетесь победителем или призером одной из вот этих олимпиад по указанному предмету то вы соответственно берете свой диплом победителя или призера олимпиады и вот здесь в этом поле прикрепляете поскольку я не являюсь таким победителем призером олимпиад в принципе таких как правило абитуриентов у нас очень мало ну человек 20 максимум наверное в год поступает из более чем двух с половиной тысяч поэтому как бы я это поле оставляю пустым и наконец мы переходим к самой так сказать интересной части нашего заявления это заполнение списка приоритетов процедура зачисления в Воронежский государственный университет устроена таким образом что вы должны расставлять направления и специальности на которые вы поступаете в порядке так сказать их приоритетности то есть на первом месте должно быть то направление бакалавриата или та специальность где вы больше всего хотели бы учиться независимо от того как вы оцениваете свои шансы туда поступить даже если вам не очень сильно повезло на ЕГЭ все равно расставляете приоритеты в соответствии со своими желаниями то есть если вы хотите учиться в первую очередь на юриспруденции первую ставить юриспруденцию вторая допустим у вас история третья политология или допустим если мы берем не гуманитарные специальности айтишные допустим вы хотите учиться на программной инженере в первую очередь но сомневаетесь хватит ли вам баллов потому что там по опыту прошлых лет очень высокий проходной балл все равно вы ставите на первое место в программную инженерию вдруг по тем или иным причинам проходной балл снизится и вам будет вашего балла достаточно для поступления на бюджет в этом году затем там допустим второе место информационной системы и технологии дальше там допустим математика и компьютерная наука и так далее вот соответственно если это факультет БМН то там наверное в первую очередь это будет математическое обеспечение и администрирование информационных систем затем фундаментальная информатика информационной технологии затем прикладная математика информатика и так далее всего вы можете максимум выбрать в соответствии с правилами приема 10 приоритетов поэтому что называется все дороги перед вами открыты главное корректно расставить как вы уже сказал в соответствии с вашими желаниями расставить один раз и потом не дергаться не менять каждый день по несколько раз эти приоритеты потому что вы только запутаетесь и запутаете приемную комитет так ну вот допустим я выбираю какой мы берем факультет допустим мы берем физический факультет направление бакалавриата радиофизика очная форма как только мы выбрали факультет направления и форма обучения сразу же автоматически здесь появляется уровень минимально необходимый уровень для поступления на эту программу этого не заполняет эта система автоматически заполняет за вас и уровень образования которое вы получите после освоения образовательной программы здесь указываете источник финансирования естественно первым приоритетом у вас всегда должен быть бюджет там где бюджетные места есть потому что конкурса на платное обучение у нас в Воронежском государственном университете нет то есть если вы сдали все предметы единого госэкзамена на положительные оценки выше минимального балла и при этом вам не хватило суммы конкурсных баллов для поступления на бюджет то тогда платное обучение это для вас как бы резервный вариант запасной вот который вы используете в самую последнюю очередь соответственно мы указали бюджет и нажимаем сохранить приоритет дальше вы думаете а что вдруг если мне баллов на бюджетное обучение на бесплатное не хватит на всякий случай я укажу и договор платное обучение это вас ничего ни к чему не обязывает потому что в общем если вы договор не оплатите то он автоматически считается как бы расторгнут да поэтому вы совершенно спокойно после того как здесь указали допустим вы указали первый приоритет радиофизика очный бюджет второй приоритет допустим вы опять берете физический факультет физика тоже очная бюджет сохранить приоритет здесь вы еще можете целый ряд как я уже сказал максимум 10 и самым последним у вас всегда будет ну то есть для тех кто желает в принципе для страховки на всякий случай указать платный приоритет да вы можете только бюджетными ограничиться тем более если вы уверены в себе если вы набрали много баллов на един госэкзамен вот если же у вас есть какие-то сомнения то всегда на последнем месте это может быть третий там или пятый десятый приоритет вы указываете платное обучение как правило у большинства абитуриентов вот этот договорной приоритет совпадает с первым бюджетом ну это логично допустим вы хотели куда-то очень сильно поступить у вас на первом месте первый приоритет бюджетный но вам баллов не хватило а дальше второй третий вы могли вообще больше бюджета никакого не указывать либо решили нет я все-таки пойду на платное обучение да вот тогда соответственно вам нужно здесь указать платный приоритет то есть вот здесь указать договор прежде чем заполнять сведения в виде договора способе оплаты заказчики я вас хочу вот о чем предупредить и призвать к максимальной ответственности вот в этом списке приоритетов у вас должны быть только те приоритеты где вы реально намерены готовы обучаться то есть вот если допустим здесь я указал физика вторым это значит если вы не прошли на радиофизику но прошли на физику а третий приоритет у вас идет платная радиофизика то вы будете если он хватает баллов для физики бюджета будете так сказать принудительно зачислены сюда то есть вы зачисляетесь на максимально достижимый для вас приоритет поэтому не нужно ни в коем случае добавлять приоритеты что называется на всякий случай как вот приходят потом абитуриенты говорят да нам там посоветовали на всякий случай для страховки вот типичная ошибка абитуриента он хочет учиться только на юридическом факультете на юриспруденции вот он здесь указал юриспруденции а дальше здесь напихал всего где тот же самый перечень экзаменов вот и то есть тем самым он и своих так сказать конкурентов вводит в заблуждение которые куда-нибудь там на исторический факультет предположим поступают да вот и приемную комиссию вводит в заблуждение а потом приходит и говорит да это я пошутил я на самом деле не хочу там учиться я хочу учиться вот только на юридическом факультете вот этого делать не нужно категорически то же самое как бы типичная распространенная ошибка допустим с абитуриентами которые поступают на экономический факультет но указывают еще социологию где тот же самый перечень экзаменов а потом говорят нет я на самом деле там учиться не буду а уже как бы попал в приказ о зачислении да вот она в свой родной экономический факультет где хочет учиться соответственно на договор с отчислением вот поэтому надо относиться к этому выбору ответственно и не лепить сюда все что попало вот а указывать только те специальности и направления на которых вы реально собираетесь обучаться именно в порядке их желательности для вас то есть если вы поступаете на эконом допустим хотите в первую очередь учиться на экономике значит указываете здесь экономику затем допустим второй менеджмент затем третье управление персоналом четвертое государственное муниципальное управление экономическая безопасность да вот так надо действовать ну вернемся к конкретному нашему заявлению значит мы указали договор как правило для абитуриентов закончивших школу это будет трехсторонний договор с физическим лицом то есть если родители оплачивают за студентов в возрасте 23 лет договор они соответственно потом получают налоговый вычет налоговую льготу поэтому договор нужно оформлять именно вот такой трехсторонний с физическим лицом здесь вы выбираете удобный для вас способ оплаты помещенно посеместровый или за год для нас конечно удобнее чтобы вы за год всю сумму оплачивали ну а для вас в зависимости от наличия финансовых средств номер договора при первичном оформлении заявления вы не заполняете у вас его еще нет он будет автоматически сгенерирован информационной системой после сохранения заявления а вот здесь вы указываете сведения о заказчике то есть как правило это кто-то из родителей либо отец либо мать указываете здесь фамилию имя отчества адрес места жительства указываете какой я там указал по-моему так указываете контактный телефон паспортные данные точно так же если в начале заявления вы свои указывали паспортные данные то здесь указываете паспортные данные того из родителей включая дату рождения того из родителей кто будет договор оплачивать обращаю ваше внимание что здесь аккуратно надо все заполнять тоже с паспорта перебивать данные потому что если вы ошибетесь потом возникнут проблемы у родителей в налоговой инспекции при оформлении налогового вычета и придется вам потом бегать опять этот договор переделывать и лишнее так сказать тратить время и силы и нервы вот точно так же после того как вы здесь все заполнили нажимаете кнопку сохранить приоритет вот обратите внимание что если вдруг у вас в процессе оформления заявления или потом уже после того как вы его оформите оно будет одобрено и вы получите доступ к его редактированию если у вас возникнет желание поменять приоритеты местами предположим или удалить какой-то приоритет ну удалить вот просто кнопочку нажимаете да хопа видите у нас второй приоритет физика исчез вот если вы хотите приоритеты поменять местами то нажимаете редактировать приоритет и вот здесь вот соответственно указываете тот номер на который вы хотите указанный приоритет переместить вот в конце после того как вы завершили заполнение списка приоритетов вам остается нажать только кнопочку сохранить заявление после того как вы эту кнопочку нажмете вы получите оповещение системы о том что заявление ваше успешно сохранено и передано на проверку работникам приемной комиссии и соответственно после проверки вы получите на указанную вами электронную почту почему я так подчеркивал важность указания корректного адреса электронной почты вы получите письмо с логином и паролем от вашего личного кабинета то есть вы можете уже тогда не только через госуслуг сюда попасть а непосредственно минуя страницу авторизации на госуслугах собственно вот это и есть процедура оформления заявления для поступления в Воронежский государственный университет помимо этой видеоинструкции также будет размещена на странице приемной комиссии текстовая инструкция если вдруг для вас удобнее читать текст а не слушать видеоролик на этом позвольте попрощаться с вами и пожелать вам удачи при поступлении в ВУЗ вашей мечты на ту специальность которую вы для себя выбрали всего доброго достаёт очевидно субтитры внушив достаёт